Когда нужно начинать продавать рекламу на канале. Первое. Продавать нужно то, что есть. Вот начинайте продавать то, что есть, то, что вы уже записали. А если это нельзя продавать, то вы начали записывать не тот видеоконтент от слова вообще. Еще раз, чтобы вам было понятно. Начинайте продавать ваш видеоконтент, рекламу на вашем канале, когда вы только-только начали снимать. Почему? Потому что это самое главное, это самое первое. Вам надо продавать то, что уже есть. Потому что если это продается, то вы сможете масштабироваться. А если это не продается, то значит вы занимаетесь ничем, чем надо. Например, чтобы вам было понятно. Вот сейчас у нас есть канал, который называется «Как сделать туристический канал». У нас есть курс, который так и называется «Как сделать канал для туриста». Да? И мы делаем, чтобы был референс, наши девушки делают канал о Грузии. Они делают классный канал. И задача какая была в плане, чтобы этот канал уже начал привлекать рекламодателей. Неважно, что мы рекламу на этом канале не продаем. Важно то, что уже приходят люди и спрашивают, а можно ли сделать рекламный ролик об этом, а можно ли сделать ролик о нас, мы бы вам что-нибудь заплатили. Да? Почему? Потому что мы уже понимаем, что если на данном этапе, в начале пути нам есть что продавать, нам есть куда интегрировать рекламу, это не означает, что надо сразу же бежать и продавать. Нет. Я сторонник того, что надо продавать рекламные места, когда у вас будет критическая масса уже, да? И когда будет предложение, от которого вы не сможете отказаться. Но это дело не в этом. Вы начинаете продавать рекламу на своем канале, монетизировать канал, даже если у вас одно видео. Как это сделать? Что вам мешает пойти, допустим, у вас есть канал про его, допустим, финансовую грамотность. И вы можете, вот смотрите, в чем суть, ни один работник отдела маркетинга банка никогда не переходит по ссылкам в письме, но вы можете связаться с ним, сказать, знаете там, здравствуйте, добрый день, у нас там есть канал, где мы собрали аудиторию, которая интересуется инвестициями, вкладами, там пам-пам-пам, подскажите условия, на которых вы сможете с нами сотрудничать. И вот, когда вы увидите интерес, вы сможете подстроить свой канал под этот интерес, потому что очень часто вы начинаете писать потенциальным рекламодателям, только когда у вас уже канал есть, там уже 200 роликов, а оказывается этот контент никому не надо. Это не та целевая аудитория, вы пришли не в тот монастырь. Поэтому, друзья мои, начинайте продавать рекламу на канале, даже когда у вас там одно видео, вы там уже придумали, это называется MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Почему? Потому что, когда вы попробуете и поймете возражения, узнаете конкурентов, узнаете тех, с кем вам придется бороться, поэтому, друзья мои, вот здесь у вас уже будет какое-то понимание, кому нужен ваш контент, кому вы сможете продавать рекламу. Пара-пара-пара.